друзья мои всем привет с вами я дима и канал водитель аквариума решил подменить водичку но заодно записать видео воду сливаю с помощью вот такого шланга прям в ванную хотел спросить шланг хотел узнать что вас ребята спросить мне один из посетителей моего канала может быть подписчик не знаю написал еще четыре месяца назад типа у тебя скалярии гниют вот а ты тут водой занимаешься там не обращаешь внимание вот не знаю посмотрите на видео и скажите кто разбирается по моему что у них с плавниками не то может быть мне кажется а может быть и действительно пора предпринимать какие-то меры возможно сегодня зайду почитаю какие есть химпрепараты у того же акваира там по моему есть сейчас водичку запустим так все вода пошла вода пошла как видите все примитивно губка от старого фильтра акваэль вот эта штука от стиральной машинки все скреплена стяжками вот все так работает повторюсь еще раз воду я сливаю вот у меня даже отметка есть приблизительно это 50 ну там больше меньше плюс минус там как-то так вот что еще по скаляриям я задал вопрос кто знает может дайте ответ посмотрите на них так свет сейчас включу на полную ручной режим да я где-то около недели уже не включая фитолампу изучаю будет ли без нее какое-то изменение или нет для наглядности вот без фитолампы сейчас я ее включаю сейчас фитолампа включилась услышно наверно слышно заработал вентилятор от блока питания вот без нее ну не знаю разница есть или нет без без нее цвет такой цвет растений яркие насыщенные получаются ну рыба конечно не такие яркие вот что еще что еще по растениям все как всегда отлично растет вот и хиноторус который у меня цвел уже цвел вот он ты так интересная если найду эти видео я опубликую первый день цвел вот этот цветочек на второй день вот этот и они через день закрывались потом вот этот от всего все сейчас они вот закрылись эти бутончики я не знаю что будет дальше может быть будет пускать отростки может быть нет в общем жду лук я убрал лук убрал лук от плодоносил короче говоря три раза из него перо снизу срезал по жителям по жителям как вы заметили наверное по рыбам я больше склоняюсь к выращиванию растений да мне больше нравится это поэтому иногда я даже забываю там рассказать про жителей аквариума скалярии все на месте вот живут все нормально но что-то с ним них с плавниками подскажите я еще сегодня сяду почитаюсь и что буду лечить но опять же если нужно будет вносить какие-то лекарства которые смогут повлиять на растительный мир в аквариуме я не знаю даже скорее я пожертвую скаляриями чем растениями и придется их куда-то выселять а емкости пока другой нет кстати вот всплыл всплыл эхинодорус который я обрезал вот детку эхинодоруса и садил вот здесь еще снова вернем обратно вот по коридора сам часто меня спрашивают коридорасы вроде бы все на месте я уже честно говоря не помню сколько их было но было вроде как 5 пант и 5 black венесуэл типа black венесуэл ну по-моему это не black венесуэл а когда они подросли они стали совсем другие на золотистого сомика похоже не знаю вот один из них в общем но недавно у них вроде как на нерест что-то было похоже игрались там эти все коридорасы живут нормально окантофтальмус где то есть я его периодически вижу вот он появляется здесь любимое место кстати коридорасы облюбовали вот вот эту корзинку с эхинодорусами коридорусы эхинодорусы и они вот там постоянно шерстят и вот может быть даже окантофтальмус вот начал тут рыть себе но ну хотя может быть это и анцик скалярий любопытные также есть один водорослиет тут было их четверо но все по выпрыгивали все вот по выпрыгивали и остался один он прячется всегда его редко видно всегда сидит где-то там зарослях такой скрытный парень но когда я его обнаруживаю или вижу там вот он он делает свою работу он там чистит что-то на обрастание какие-то вот по креветкам креветок я отсюда убрал всех оставалась одна аманка я ее видел может быть месяц назад может больше и все и так и она исчезла скорее всего скалярии и убили что они охотятся также заметил что скалярии склонны и вот объедать всякие растения вот сейчас она не знаю может быть видно было дергала тут буцефаландры вот это вот монте-карло они постоянно обдирают кстати скажите может его нужно уже подстричь вот такой ковер нарос немножко его может быть постричь чтобы он начал пуститься в общем ребята такая история по аквариуму по рыбам провожу эксперимент я же еще раз повторюсь без без лампы без фитолам ну что еще из такого все выдумал надоело что постоянно болтаются эти светильники так как я по убирал ножки чтобы она не прогибалась пришлось установить даже вот эти вот приклеить ребра жесткости я взял органайзер для провода разрезала напополам и сделал вот такие вот крепления теперь светильник можно даже вот угол поменять на направить на заднюю стенку видите или же или же сделать наоборот направить вниз таким образом точно также фитолампу закрепил но пока она не работает вот с потеплением сразу стало ощутимо что качество воды ну естественно это во многих городах и многие это замечают ухудшилось как я это определяю во первых появляется бактериальная пленка которая вот у меня я заметил она появляется действительно всегда когда тепло или летом появляются кое-какие обрастания есть уже а есть они будут и их от них никуда не деться когда они будут я наверно буду уменьшать подачу удобрений в общем посмотрю вот гуцефаландры чувствует себя прекрасно прекрасно себя чувствует и и тут жаловаться не на что все размножается растут все отлично вот но еще раз давайте вот я покажу скалярий поставьте на полу кто-то хочет помочь разобраться в этом вопросе одна вот с длинными хвостами нет рыб у меня нет которые могут оборвать хвосты скалярия ну нет таких хотя вот самка меченосца она стала к это бешеная она просто она гоняет всю стаю тетры они просто гоняют всех но я не думаю что меченосец может по обгладываю так скалярий скорее всего это болячка и все прочее и так водичка слилась да смотрите 50 50 плюс слилась сейчас пойду настрою воду и воду прям странно буду подавать итак сейчас водичку включаем его вода пошла ребята значит смотрите кто этим способом пользуется не знаю может быть я такой невнимательный но я вот так вот поставил шланг вода с крана течет и сел там в тумбе своей что-то там ковырялся и ковырялся до тех пор пока мне на голову не полилась вода с этого аквариума просто забыл ну и как всегда это беготня с тряпками спасение тумбы чтоб ничего не залило так что вот таким способом если нет автоматического отключения у меня его нет лучше дождаться визуально пока все наберется пока вода наберется и потом уже заниматься другими делами было один раз и второй раз чуть-чуть было не было я успел отключить воду вода набралась прям вот по краям у меня спрашивали также как долго растут буцифаландры ребята я честно не засекал может быть и сделать нужно будет какое-то видео если у меня хватит терпения я знаете как планировал вот здесь допустим поставить телефон сделать какие-то отметки временно и каждый день фотографировать допустим вот вот эту буцифаландру ну какой-нибудь из них и если каждый день в течение месяца фотографировать потом все это смонтировать и просмотреть я думаю скорость роста будет заметно скажу так ну где-то наверное может быть листик в месяц может быть так может быть там листик два месяца все зависит опять же от всего подачи co2 подачи удобрения цвета здесь есть co2 здесь есть удобрения здесь есть более-менее нормальный свет даже фитолампа но сейчас она не включается по поводу муки у меня тоже спрашивали аквариуме я сталкивался с этим часто и повторюсь в комментариях и отвечал да если оставил фильтры дополнительно мелкопористые проблема уходила но вот у меня в 75 литровом было такое пока я не убрал корягу которая разлагалась и не пересмотрел форм которым я кормил рыб муть была сейчас это корм в хлопьях только тетра либо же даю живого мотыля либо же даю гриндальского червя кстати у кого из гриндальский червь еще один к вам вопрос скажите как его поддерживать культуру мне павел с ровно его отправил наверное может быть год назад может больше и сейчас у меня культура загнулась я ее кормил сыром не знаю что с ней произошло может быть она как-то какая-то спячка или еще что-то тоже подскажите паша если смотрит что тоже дай пожалуйста совет ты всегда ценные советы даешь вот ребята в принципе все по аквариуму я продолжу заполнять аквариум водичкой сегодня стекла не чищу стекла чищу через неделю так как они не сильно зарастают ну сегодня не чищу протру с обратной стороны тут видите не сильно все печально вот на сегодня все спасибо всем за внимание спасибо если вы досмотрели до этого момента полностью все видео ставьте ваши лайки подписывайтесь на канал задавайте ваши вопросы я все комментарии я читаю и всем отвечаю на комментарии если если могу чем-то помочь если нет все равно отвечаю на комментарии все всем спасибо ребята и до скорых встреч